У летящих частиц будет максимальная синтетическая энергия. Интересно. Тут центр массы что или как? Ну да, я вот как делал. Ну давай возьмем, поймем, когда вот x, например, я обозначу, да? То есть пусть вот это будет x. Длина L всего. Это когда вот... Ну они имеют еще не упавших частиц, да? Да, то есть вот через некоторое время вот эта точка будет на Земле. Ну x тогда будет когда-то на Земле. Да, тогда, ну просто возьмем и напишем выражение для синтетической энергии того, что... Выражение для синтетической энергии от x. Вот. Значит, что у нас получается? У нас получается, что потенциальная энергия вот этого всего, да? А переходит в синтетическую. А при этом, при этом вот центр массы опускается на x, правильно? Ну вот скажем, вот у нас... То есть мы вот x взяли... Мы рассматриваем вот этот кусочек. Мы смотрим, что x упал, да? Уже. Вот смотри, вот у нас она сейчас в начальный момент висит, да? Висит. А через время t, x окажется, вот эта точка окажется на Земле. Так. И вот в этот момент у нас типа максимальная энергия, да, считаем? Ну да, то есть мы получим, смотри, получим синтетическую энергию в зависимости от x. То есть я же взял произвольный x сейчас. Да. Вот. Вот если я сейчас для этого x посчитаю синтетическую энергию, дальше мне потом просто нужно будет найти максимум функции. Варьируя x. Ну да. Вот. Ну, то есть получается, когда вот фактически я рассматриваю падение вот этого кусочка. Тогда высота будет l плюс x пополам, да? l плюс x пополам, да, высота? Высота чего? Я так понимаю, что мы вот x упал, и у нас остается отдельный кусочек, это l минус x. Да. И у него центр массы имеет максимальную скорость. Ну, смотри, нет, скорость одинаковая у всего кусочка. Ну, как бы, да, максимальная. То есть, нет, нам важна, вот, посмотри, что я напишу, и скажи, если не понравится. То есть, еще раз, я рассматриваю падение вот кусочка длины l минус x. Я понял, кинетическая энергия там просто от массы. То есть, понятное дело, что самая максимальная скорость будет у верхней точки, но там маленькая масса. Конечно, но там масса маленькая будет. Вот надо найти массу на скорость, как бы. Да, да, именно так, ну, на скорость в квадрате. Да, понял, понял. Ну, хорошо. Ну, вот, мы напишем, значит, закон сохранения энергии, вот, исключительно для этого кусочка. Типа, l минус x поделить на l умножить на m умножить на v квадрат. Это вот энергия. Вот, смотри, изменение потенциальной энергии. Вот этот кусочек, он падает. Соответственно, его положение центра масс уменьшается на x. Да. Ну, вот, когда мы его просто оттранслируем вниз на x, да? То есть, получается, что потенциальная энергия уменьшается вот на что. m, l это погонная плотность. И на x. l минус x. Вот это масса кусочка. g и на x. Это что у нас? Это энергия чего? Это дельта потенциальной энергии. Когда он на x опустился, да? Правильно. Так, а почему-то x на l. Ну, да, я согласен. Ну, и понятно, что вот эта вот штука, она вся перейдет в кинетическую. То есть, вот это вот как раз и есть. Только в кинетическую для m и m и делить на l, l минус x. Да, вот она, ну, вот она вот перейдет в кинетическую для этой штуки. Да, перейдет. Ну, и нам нужно максимум этой функции найти. То есть, нам фактически нужно максимум. Производную. Ну, или производную, или тут вообще максимум вот от чего. От x, l минус x. Вот, это достигается при x, равном l пополам. И равно, соответственно, l на 4. l квадрат на 4. Сейчас, равно l квадрат на 4. x. Можно производную считать, можно. Смотри, это же ведь кусок параболы. Ну, я понимаю, мы можем их совершенно найти. Да, да, да. А можно еще вот так. Можно еще вот так. Это кусок параболы. Вот. И корни у нее. 0 и l. Ну, да, да, да. Ну, вот и пополам. Подставляем l пополам. Получаем l минус l пополам. l пополам. Да, да. l квадрат на 4. Ну, да. Да, таким образом, мы, значит, время это мы находим из условия gt квадрат пополам. А время как найти? Это gt квадрат пополам? gt квадрат пополам равно l пополам. Ну, равно типа x, да? Да, ну, сколько времени нам нужно, чтобы вот это упало? Да. А кинетическая энергия, соответственно, сюда ставим l пополам. И получаем 1 четверть. Вместо x ставим l пополам. Да. И получаем mjl на 4. Это я понял. Вот. Вот такая вот. Вот такая вот эта олимпиада. Ну, вот первая, вторая, четвертая мне понравились. Третья, пятая, ну, как-то не совсем для школьников. Не очень, а понравилось.